Русские новости Русские новости. Накануне Нового года завершается 2015. Новый год сулит нам большие испытания, но главное, что вселяет в нас оптимизм. Мерзостная система, которая истязает нашу страну, заканчивается. Ее способности и дальше властвовать не беспредельны. И в грядущем году она будет надломлена, этот надлом уже ощущается. Русский народ все еще жив. Россия еще не уничтожена окончательно, пусть расчленена на многие обособленные территории. Сознание русских людей расчленено, они порой считают себя вовсе не русскими. Или же не русские присваивают себе русское имя, русский язык и русскую историю. Все это мы знаем, многое мы знаем, того негатива, который отвращает нас от какой-либо активной деятельности и заставляет пребывать в унынии и бездействии. Но исторический оптимизм, русский народ всегда спасал ирония к своим собственным слабостям. Это тоже оружие против наших врагов, которые они пытаются сломить. Мы смеемся над ними, и история посмеется над всеми нашими врагами. Это не отменяет необходимости нам самим здраво оценивать, что происходило, что происходит и что будет происходить с нашей страной. И, соответственно, занимать активную позицию, чтобы кому-то не пришлось занять эту позицию вместо нас и подменить русское движение на антирусское, русские национальные ценности на антирусские. Что произошло в глобальном смысле с нашей историей, с нашим государством, с нашей нацией? Произошло разложение государственности, превращение высших чиновников в олигархию, то есть режим власти немногих, которые действуют исключительно в своих собственных интересах. И мы не должны обманывать себя. Во власти нет других людей, кроме тех, которые действуют только в своих собственных интересах. Интересы России, интересы русского народа, других народов нашей страны. Совершенно для них являются чем-то чуждым. И они исполнять свои служебные обязанности вовсе не собираются. Они используют служебные полномочия для того, чтобы обогащаться, для того, чтобы укреплять свою власть и увеличивать свой отрыв от народа, которому должны всячески помогать и содействовать. В России не образовалось национального государства. Нужно говорить о политическом режиме, а не о государстве. Потому что государство – это Россия. Россия – это государство, которое строилось с трудами наших предков. И говорить о том, что государство – это свора чиновников, совершенно нелепо. С нашей страной, с нашим государством случилось ужасное. Один раз уступив власть воровской группировке, нам очень трудно ее отнять. Очень трудно ввести во власть действительно русских людей, которые будут защищать наши интересы, которые будут следовать историческим традициям нашей страны и нашего народа. Тем более, что чиновники превратили государственный аппарат в машину, которая занимается исключительно коррупцией. Там ничего другого нет. И государственные полномочия используются только с одной целью – создать коррупционные ячейки, создать коррупционные инструменты для обогащения небольшой группы лиц. И в течение года, который истекает, масса коррупционных скандалов и даже МВД, весь департамент, который был там специально создан для борьбы с коррупцией, оказался коррупционным. Мы уже не говорим о тех историях, которые происходят постоянно с чиновниками, губернаторами, министрами. Многое из того, что действительно происходит, мы узнаем через годы. Ну, как, например, мы хорошо знаем о том, чем занимался Владимир Путин в Санкт-Петербурге. Документы опубликованы, все это известно. Это коррупционер, вор. Теперь он объявил себя президентом России. И многие сумасшедшие, которые очень любят начальство, это такой род сумасшествия, считают его президентом. Нам, русским людям, считать Владимира Путина президентом совершенно невозможно. Вор не может быть президентом. Он может быть только узурпатором, самозванцем. Так мы и должны определять этого человека, Владимира Владимировича Путина. Нам необходимо стремиться к тому, чтобы он понес ответственность за свои преступные деяния, которые вовсе не закончились его службой. У известного демократа, тоже вора, Собчака, который был мэром Санкт-Петербурга. Его преступления, совершенные после этого, перекрывают далеко все эти сделки, которые он там совершал, коррупционные сделки начала 90-х годов. Эти преступления выливаются как раз в то, что у нас правит олигархия, а государственная власть превратилась в коррупционную машину. Пособствует сохранению этих обстоятельств перерождения всей правоохранительной и судебной системы. В течение четверти века происходил антиэлитный отбор. Если в 90-е годы еще можно было встретить честного судью, честного прокурора, честного следователя, теперь это практически невозможно. Может быть, где-то и случается, но в тех делах, которые известны мне и известны тем, кто занимается политикой, если они каким-то образом хоть чуть-чуть касаются политических мотивов, честных следователей, честных судей, честных прокуроров не бывает. И по неполитическим делам, те, кто сталкивается, скажем, с вопросами собственности или каких-то гражданских споров в суде, прекрасно знают, что вся эта система работает только на преступников, только на правонарушителей, на себя саму. Ей не интересны наши заботы, наши тревоги, наши права. Ей интересно только получать коррупционную мзду. Никаких других функций у этой системы нет, поэтому она подлежит коренному изменению, слому и кадровой революции, изгнанию из этой системы всех тех лиц, которые ориентированы вовсе не на исполнение служебных обязанностей, не на следование своему долгу, долгу по службе, не следованию закону, а своим частным корыстным интересам. Мы прекрасно знаем, что вся эта система, которая все еще называется правоохранительная, служит тому, чтобы подавлять политическую и экономическую активность граждан. Политическая активность, которая гарантирована статьями Конституции, увы, принятой беззаконно, но это хотя бы хоть какие-то основы законности, и этим законам противоречит деятельность всей правоохранительной системы, всех ее звеньев, всех ее многочисленных структур. Это беззаконие подавляет наши права и свободы, которые позволяли бы, если бы они были исполнены, формировать народное представительство, формировать власть, пригодную для того, чтобы действовать в интересах народа. И подавляет экономическую активность, направляя все доходы, какие только можно получить в нашей стране, в карманы коррупционеров, изменников и всякого рода подлецов, которые прилепились к олигархическому режиму. Вся политическая система у нас фальсифицирована до такой степени, что она стала формой измены. Участие в этой политической системе, в легальных, разрешенных этой властью формах деятельности, является изменой государственности Российской Федерации, национально-государственным интересам. Поэтому все политические партии, все выборы, все это является фальшивкой, обманом и следует одной задаче – уничтожению России как исторической сущности и русского народа, как хозяина страны и всех ее богатств. И, соответственно, для того, чтобы мозги людей покалечить так, чтобы они не могли адекватно воспринимать действительность, создана машина лжи, средство массовой информации, массовой дезинформации. Это машина лжи, дезинформации, искажение действительности во всех ее формах, пропаганда невежества и различных форм извращений, которые пропагандируются средствами массовой информации в течение многих лет, убивая поколение за поколением, растлевая молодежь и дискредитируя все культурные ценности. Все это в сумме дает новую форму рабовладения. Граждане Российской Федерации, которые носят это гордое имя, граждане, являются рабами у олигархии. И те рабы, которые способствуют существованию этой системы, самые мерзкие рабы в истории человечества. Те же, кто понимает свое рабское существование и борется с этим рабовладением, пытается преодолеть свой статус раба, эти люди могут рассчитывать на какое-то будущее, на спасение страны, на уничтожение олигархии. Система, которая создана Путиным, а до него создавалась Ельциным, и значительный вклад в создание этой системы внесли функционеры КПСС, которые перешли потом в стан демократов, стали предпринимателями, стали крупнейшими собственниками. Вся эта система является средством разграбления национального достояния, бедность стала системой. Подавляющее большинство граждан живут в состоянии нищеты, хотя нам говорят, что это примерно треть. Нет, это примерно три четверти. Три четверти граждан живут не так, как могли бы и должны были бы жить в системе, в которой бы правила национальная власть. И мы стремимся именно к такой власти. Уверяю вас, как только эта власть будет установлена, сразу все почувствуют облегчение и в материальной жизни, и раскрепощение в духовных и политических процессах, в которых люди готовы и должны участвовать, как полноценные граждане. Человек – существо политическое, так говорили еще древние, а если он становится деполитизированным существом, то он и не вполне человек. Причиной обнищания населения является, конечно же, крайняя неэффективность олигархического управления. Она в целом создает из нашей страны неудачника, неуспешную страну, неуспешное государство. Если бы не олигархия, Россия развивалась бы стремительными темпами, так как она развивалась в начале 20 века, когда это очень сильно пугало наших внешнеполитических недоброжелателей и внутренних изменников, которые боялись, что русская традиция, русская правда закрепится в веках в виде самого успешного государства в истории человечества. Вот к этому состоянию мы и должны вернуться, уничтожив олигархию и разоблачив всех, кто обслуживал ее самыми различными методами, в том числе и тем, чтобы ввести нашу страну в состояние крайней нищеты и граждан ограбить до такой степени, что они действительно ощущают себя рабами. При крайней неэффективности государственного управления, крайне неэффективного управления экономикой, олигархическая система крайне эффективна для обогащения узкой кучки богатеев. И эти люди должны вернуть стране и народу все. Поэтому национализация является одним из ключевых лозунгов русского движения. Может быть, это на сегодня главный лозунг, потому что национальные ценности, понятия осмыслить, подавляющее большинство граждан, русских людей еще не может. Русские стесняются быть русскими, стесняются того, что Россия является и должна быть русским, исключительно русским государством, при этом не подавляя какие-либо другие народы и не желая войны ни с кем. В 2015 году чрезвычайно активными темпами начало ликвидироваться свободное предпринимательство. Те предприятия, которые выпускали продукцию, вопреки деятельности олигархического режима, который все стремился монополизировать, монополизировать все рынки и поглотить все то, что могло бы приносить прибыль. В 2015 году с особым рвением чиновники приступили к уничтожению свободного предпринимательства, прежде всего, производящего предпринимательства. Те предприятия, которые выпускают продукцию, необходимую для жизни граждан. Это в 2016, в следующем году, очень больно ударит по нашей стране, по нашей повседневности. При этом не снижается разгул банковского ростовщичества. Все мы, граждане России, являемся должниками. Тем или иным путем мы задолжали банкам, то есть всей этой олигархической системе, которую взлелеяли, самые подлые натуры, которых только знает человеческая история. Мы знаем их по именам, мы видим их на экранах телевизоров. И мы должны их ненавидеть, как врагов нашего народа и вообще человеческого рода, потому что ростовщичество убивает в этих людях и во всем окружающем пространстве все человеческое. Поэтому мы, этих нелюдей, должны ненавидеть самой лютой ненавистью, которая является продолжением нашей любви к жизни, любви к своим соотечественникам, любви к ближним. Чтобы сэкономить на стране, олигархия уничтожила бесплатное образование, бесплатное здравоохранение и науку. Уничтожила полностью. Остались одни руины. Кто пытается работать в этой сфере прекрасно это знает. От здравоохранения, образования и науки остались одни руины. Ни то, ни другое, ни третье не воспроизводится в стране Владимира Путина. А рабам все это и не нужно. Им не нужно долго и продуктивно жить. Им не нужно образование, потому что тупицам оно вообще ни к чему. И они чувствуют себя ущербными в сравнении с людьми более талантливыми, более умными, более работоспособными. И наука, разумеется, им не нужна, потому что ничего понять в этой науке они в принципе не могут. Поэтому группа поддержки Владимира Путина и всего олигархического режима это группа тупицы. Их так и нужно определять. Это самые тупые люди в нашей стране, которые не способны осознать своего рабского положения. Или же, если они его осознают, то даже рады тому, что они рабы, потому что все остальные, кто лучше их по всем параметрам, тоже определены в рабы. Русская нация в результате действий олигархии не воспроизводится. Не воспроизводится демографически, не воспроизводится в культурном плане, в интеллектуальном плане. Поэтому либо нация, русская нация, исчезнет, и история ее будет забыта и оболгана. В лучшем случае останутся какие-то черепки, как мы видим, археологи выковыривают какие-то древние остатки погибших цивилизаций, либо мы уничтожим олигархию. И это является главной задачей, которая вполне может быть решена в ближайшем 2016 году. Если не повезет, то в 2017 году. Но это должно произойти немедленно. Осознание того, что это требование нынешнего момента будет проходить через крайнюю степень социальной неустроенности, которая нас ожидает в 2016 году. К сожалению, мы можем только горькими пилюлями вылечить сознание нашего народа, одурманенное путинской пропагандой. Большая проблема в воссоздании русской нации и она будет проходить только через уничтожение этнических кланов, которые сформированы в разных структурах экономики, политики, государственного управления. Все эти кланы должны быть разорены, все гнезда этнической олигархии, этнической преступности, этнической клановости должны быть уничтожены. Это должна быть последовательная политика русского государства, того, которое будет воссоздано после того, как олигархия падет. А то, что она падет, нет никаких сомнений, потому что управлять такой страной, столь огромной, разнообразной, имеющей такую глубокую историю, олигархия в принципе не в состоянии. Русские должны вернуться на ключевые позиции и в государственной власти, и в экономике. Без этого Россия не станет русским государством. Это означает глобальный передел собственности. Но не мелкой собственности, не собственности мелких лавочников, не собственности производящих предприятий. Работают они, и слава Богу, пусть продолжают работать. Но все то, что присвоили незаконно олигархи, все должно быть отдано в управление русским людям. Вся государственная власть должна принадлежать исключительно русским. Русские должны восстановить жизнеспособность своего государства. А дальше, воспитывая управленческие кадры в русском духе, конечно, допускать к управлению и представителей других народностей, других национальностей, которые живут на территории Российской Федерации, лояльно относятся к русской государственности и становятся постепенно также русскими людьми. Экономическая политика олигархии также должна быть полностью прекращена, расхищение природных богатств должно быть пресечено и все то, что уворовано у нас, должно быть возвращено. Но если кто-то не собирается возвращать украденное у страны и народа, того должно постигнуть законная кара. Где бы этот человек не находился, где бы он не прятался, должен быть разыскан. И если невозможно принудить его к подчинению русскому закону, уничтожен, как враг нашего Отечества и нашего народа. В 2015 году олигархия показала себя как крайне агентеррористическая и изменническая сила. Мы видим, что воссоединение Крыма с Российской Федерацией не привело к усилению нашей государственности, а усугубило кризис, потому что даже крымчане, которые считали, что они вернулись на родину, почувствовали, что они оказались под пятой олигархии, и что права и свободы их не защищены, и их экономическая активность будет подавляться значительно сильнее, чем она подавлялась даже на Украине, где теперь полный хаос. Мы не хотим повторения пути Украины, но олигархия тащит нас именно по этому пути. Поэтому русским надо консолидироваться, создавать свои параллельные структуры управления, которые в момент краха олигархии подхватят падающую власть и не позволят второму эшелону олигархии либералам захватить властные высоты и продолжить ту политику, которую продолжали их предшественники, так как произошло на Украине. Мы видим, что война в Донбассе была запланирована так, чтобы русские потерпели в ней сокрушительное поражение. Именно русские. Речь не идет о Российской Федерации, которая уклонилась от ответственности за судьбу Донбасса и Украины в целом, готовые уже к воссоединению части Украины и Юго-Востока. И это предательство продолжилось сейчас, в том числе и убийствами наиболее харизматических фигур, которые оказались в ополчении Донбасса. Я думаю, что здесь действуют не диверсионные группы со стороны Украины, не со стороны Порошенко все это дело происходит, не со стороны каких-то там очумелых добровольцев. Какие там добровольцы могут быть со стороны Украины? Это сумасшедшее истребление криминала, как бы он себя не называл, какие бы фамилии эти люди не носили, украинские, русские, еврейские, все равно. Это криминальщина так называемых добровольческих батальонов должна быть истреблена, но кремлевская власть этим не занимается и не собирается, не будет заниматься. Это их партнеры, это их лучшие партнеры, потому что через всех этих добровольцев осуществляется стравливание русских людей между собой. Поэтому Донбасс из прототипа русского государства превратился в поле брани русских, которые уничтожают сами себя и все перспективы, какие только можно было себе представить, если бы на Донбассе утвердилась русская национальная власть. Война в Сирии также стала самой чудовищной авантюрой, которую можно себе представить. В этой войне Российской Федерации не имеет никаких интересов и, соответственно, никаких перспектив. Эта война связана с желанием кремлевской группировки втянуть Россию в войну со всем исламским миром. Противопоставление исламского мира России и русским совершенно очевидно. Можно сказать, что спонсором войны в Сирии, спонсором как называемого государства ИГИЛ является кремлевская олигархия. И против исламского государства они борются и за него одновременно. Это является стратегией и Соединенных Штатов Америки, которые тоже захвачены олигархией и общность олигархических интересов объединяет руководство Российской Федерации и Соединенных Штатов. И они действуют совершенно синхронно для того, чтобы уничтожить все то, что составляет основы цивилизации, является ли она русской, восточно-христианской или исламской. Для того, чтобы максимально ослабить русский народ, кремлевская группировка ввергла нас еще и в торговую войну с государствами Европейского Союза и Соединенными Штатами, а также рядом других государств. От этого не может быть ничего полезного для Российской Федерации. Когда нам говорят «Ура!» что мы теперь освободили свои рынки от иностранных товаров и теперь начнет развиваться производство, это ложь. Производство не начало развиваться, потому что это невыгодно правящей олигархии, это уменьшило бы доходы этой олигархии. Кроме того, если бы государственная власть действительно была заинтересована в росте экономики России, то необходимые меры, которые ограничивали бы продажу колониальных товаров здесь, были бы предприняты задолго до Сирийской войны, задолго до войны в Донбассе и задолго до введения каких-либо санкций. Россия бы сама постепенно ввела бы такие правила игры, которые позволили бы России развиваться. Сейчас вся эта торговая война ведет к деградации России, последовательной деградации всей ее экономики, потому что эмбарго, который накладывают на поставку товаров в Российскую Федерацию, касается не только каких-нибудь помидоров из Турции, но и наукоемкой продукции, которая нужна России для того, чтобы развивать науку, высокотехнологические производства, убитые непосредственно теми, кто продолжает политику Ельцина в правительстве Путина. Они этим занимаются систематически. Россия должна быть просто сырьевой колонией олигархии. В таком статусе они только и видят наше будущее. В 2016 году произойдет надрыв системы. Мы должны к этому готовиться и к тем несчастьям, которые произойдут со всей страной и к тому, что обрушится на каждую российскую семью. Это все следствие нашего непротивления олигархии, нашего неучастия в политике и нашей готовности быть обманутой вот этой подлой олигархической группировкой во главе с Путиным. В истекшем году мы видим морок псевдопатриотизма, который охватил наш народ и его необходимо стряхнуть, выбросить из сознания и тогда реальное положение дел откроется, будет понятно, что делать. Прежде всего, тем людям, которые обладают хоть какими-то начатками интеллекта и хоть какими-то крупицами совести, нужно освободиться от какой-либо приверженности нынешнему политическому режиму, которому во всем является враждебным нашей государственности. Во всем. нет ни одного направления деятельности, где бы олигархия не стремилась к уничтожению нашей страны и нашего народа. Это необходимо понять и открыто высказывать не просто несогласие, а неприятие этого политического режима и всех его фигур, всех тех, кто потом будет перебегать в оппозицию и кричать, что они-то всегда боролись за интересы нашего народа. Олигархия уже подготовила второй эшелон, который заместит ныне действующую группировку Путина, может быть и Путина заместит каким-нибудь вновь выращенным негодяем, который продолжит его дело. Поэтому никакого доверия ни либералам, ни коммунистам, которые являются псевдо-оппозицией, которые готовятся на смену нынешнего режима для того, чтобы продолжить деятельность этого режима, но с другими лицами. Все те, кто причастны к политической деятельности прежних либералов Ельцинского призыва или нынешних либералов путинского призыва или псевдо-оппозиции, которая обретается в Государственной Думе и за четверть века не сделая ровным счетом ничего в защиту нашей государственности, нашего хозяйства, нашей культуры, науки, образования и так далее. С этими людьми никакого будущего у России не будет. Нужно масштабное глобальное обновление всех управленческих кадров на высших этажах государственной власти. На нижних этажах это не так важно. Может быть, мы обойдемся какими-то локальными мерами и принудим чиновничество работать на страну. Ну, а там, где не принудим, там расправимся по нормам гуманного и справедливого русского закона. В 2015 году на русское движение обрушились чудовищные репрессии. Объявлена террористическая организация Владимира Ковачкова, который сидит в тюрьме и является символом русского сопротивления, можно сказать, заключенным в тюрьму, брошенным в темницу, лидером русского движения, который провозгласил русская революция неизбежна. Мы должны следовать этому направлению. Русская революция неизбежна, мы ее не готовим, мы должны к ней готовиться. Они хотят произвести очередную либералистическую революцию, мы должны превратить ее в русскую национальную революцию, которая исправит то, что испортили они, которая вылечит все пороки, которые обрушились на нашу сторону в течение 20 века и в которых виноваты идеологические наши враги, коммунисты, социалисты, все леваки, включая либералов. Это они леваки. Настоящее правое движение всегда является национальным и всегда опирается на традиционные ценности государства образующего народа. В России это русские национальные ценности. Кроме объявления организации Владимира Квачкова народное ополчение имени Минина и Пожарского террористической организации, полностью разгромлено и арестовано руководство инициативной группы по проведению референдума за ответственную власть. Накануне Нового года арестован Кирилл Барабаш за то, что он якобы продолжает или причастен к деятельности запрещенной экстремистской организации армии воли народа. Все арестованные, кто противодействовал стремлению олигархии не допустить народного волеизъявления и организовать референдум, как раз и принадлежат к инициативной группе по проведению референдума за ответственную власть и стремятся к тому, чтобы принят был соответствующий закон. Этот закон объявлен проходимцами из судебной системы экстремистским, хотя в нем нет ни доли экстремизма и организация была запрещена. Люди, которые создавали эту организацию, создали новую, создали другую организацию и не допускали тех высказываний, которые допускали раньше, вовсе не продолжали деятельность старой организации, а организовали новую. Начали создавать инициативные группы по проведению референдума. Коль скоро государственный режим или политический режим отказывается от проведения референдума, мы, граждане, должны сами заняться подготовкой к референдуму. Именно этим и занимались члены инициативной группы за ответственную власть. И именно за это они арестованы. Главным инструментом вот этой противозаконной деятельности прокуратуры, следственных органов, суда, стала старший следователь Талаева. Мы должны запомнить эту фамилию. Арест Кирилла Барабаша накануне Нового года это не единственное ваше преступление. И это преступление не против какого-то отдельного человека, это не нарушение какого-то отдельного закона, это противостояние самому принципу законности и порядку государственного управления, которое вы нарушаете как с точки зрения действующей Конституции, так и с точки зрения традиционного права, основанного на традиционной морали русских людей. Запрещены и другие организации, арестованные находятся в застенках и другие русские люди, в частности Николай Бондарик в этом году в очередной раз арестован и будет встречать Новый год в заключении, поэтому мы передаем этим людям наши слова благодарности за то, что они не сломлены, не отступают от своих позиций и наши слова поддержки. Ничего другого для русских патриотов эта власть антипатриотичная во всех своих проявлениях не уготовила. Перед нами русскими людьми в Новом году стоит прежде всего задача сплочения в какие-то коалиции и организации, которые будут слаженно действовать против нынешней русофобской власти и ее пятой колонны. Собственно, пятая колонна существует у нас в государстве, существует в государственной власти с 91-го года. Все это, все, что мы видим, все, что перед нашими глазами, это деятельность пятой колонны. Аналог Порошенко это тот же самый Ельцин. А вот кто придет после Порошенко, если будет продолжать его деятельность, это будет аналог Путина. У нас государственный переворот состоялся давным-давно. И то, что мы живем в состоянии распадающейся государственности и увядающей цивилизации, это следствие того, что мы в 91-м году отдали власть не русским националистам, не русским национальным силам, а проходимцам-либералам, у которых не было ничего святого, и они не хотели сохранения России, хотели уничтожения России и русских, и об этом неоднократно, и очень откровенно говорили самые отпетые либералы, имена которых вспоминать не хочется и не нужно, но мы точно знаем, что они именно этого и хотят. Или если не знаем, то должны об этом вспомнить, должны в этом убедиться. И это должно подвигнуть нас к деятельности, к тому, чтобы вести постоянную пропаганду русского образа жизни, русских традиционных ценностей и русского национального государства, которое должно возродиться только нашими силами. Никто нам не поможет, никакая пятая колонна, которую придумывают у нас тут в России, но на самом деле это люди, которые следуют той же самой либеральной идеологии и финансируются они вовсе не какими-то там Соединенными Штатами, это только копейки, они осуществляют спонсорство всех этих подонков, а реально финансирует Кремль свою оппозицию, либеральную оппозицию, я уверен, финансирует Кремль, иногда пересылая деньги через какие-то иностранные банки, через какие-то благотворительные организации, но это те же самые деньги, которые украдены у нас, мы должны в этом быть совершенно уверены. Даже та оппозиция, которая внешне противостоит Кремлю, выращена этим Кремлем. Настоящая оппозиция это русские националисты, русское национальное движение, русские организации, которые стремятся к утверждению русского национального государства, русского образа жизни в нашей стране. Нам придется прежде всего работать с интеллектом, с мировоззрением людей, и это главная наша задача. Ни пострелялки, ни партизанщина, ничего этого не будет, ничего из этого путного не получится. Пока русское мировоззрение не очнется от обморока, от нанесенных ему травм пропагандой путинских СМИ, ничего не будет. Русские люди должны воспрянуть русским духом. Только тогда мы спасемся от рабства, от рабства инородческой олигархии, и тогда восстановим свои силы и утвердим русскую национальную власть. С Новым годом! Смерть олигархии! Да здравствует русское национальное государство! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин